Всем привет! Вы на канале Автобонус Групп, а у нас рубрика «Вопросы и ответы». Итак, первый вопрос. Вы спрашиваете, почему официальный дилер рекомендует менять масло в двигателе через 15 тысяч километров, а мы через 10. Все очень просто. Производитель автомобилей и дилер, которых продает, предполагает, что после окончания гарантийного срока вы автомобиль продадите и купите новый. Но мы-то хотим больше сотки откатать, поэтому рекомендуем двигатели поменять через 10 тысяч, а я даже это делаю через 8, а в коробке переключения передач каждые 60 в автомате. Вопрос номер два. Вы спрашиваете, от чего происходит вибрация при торможении. Если при торможении вибрация в кузов, то нужно менять задние тормозные диски и колодки. Если вибрация в руль при торможении, то это нужно менять передние диски и колодки. Итак, третий вопрос. Вы спрашиваете, почему при движении на кочках машину сильно раскачивать, либо раскачивать неравномерно, так, волнами, хотя должно синхронно опускаться и подниматься. Это, скорее всего, вышли из строя амортизаторы. Что с ними происходит? Сейчас покажу. Вот амортизатор. Мы сжимаем его. Если он поднимается очень медленно или не поднимается, это значит внутри вытекло-масло или еще что-то произошло. И обязательно нужно менять, потому что может привести к ДТП, раскачиванию и перевертыванию машины. Меняются они в паре. Четвертый вопрос. Вы спрашиваете, почему в машину с кондиционерами появляется плохой запах? Все очень просто. Когда вы включаете и выключаете кондиционер, в трубках появляется конденсат. И на основе конденсатора появляются грибок и бактерии, которые выделяют плохой газ, плохой запах. Что я советую? Советую перед каждым сезоном использовать очистители системы кондиционера. Бывают вот такие штучки. Ставите в салон, закрываете машину, он там работает несколько минут и все чисто. А так я советую еще пользоваться ионизатором. Остались вопросы? Задавайте в комментариях. Всем пока!